Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Самое критическое – это июль-август начало, когда уже более температура воды устоявшаяся. Поэтому я думаю, что мы с этой бедой справимся. Морской бой. В Анапе развернули полномасштабную борьбу с выбросом водорослей. Мы единственные, которые никогда никому не давали плохих советов и наоборот помогали всем. О политике, футболе и здоровом питании Владимир Жириновский пообщался с юными отдыхающими в Анапе. Может там бомжи спят, может там фасуют наркотики. Машина чужая, а проблемы общие. Кто должен отвечать за оброшенные автомобили во дворах и как в Анапе собираются бороться с автохламом. Ресурсоснабжающие организации и управление социальной защиты будут обмениваться информацией о потребителях, имеющих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Цели такого взаимодействия обсуждали сегодня на селекторном совещании под председательством вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко. В работе принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Сегодня в Анапе проживает почти 61 тысяча граждан льготной категории, которые получают различные меры государственной поддержки. Из них 26 тысяч человек пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Суммы компенсаций и субсидий при этом немалые. Например, с начала года за сетевой газ анапским льготникам вернули свыше 41 миллиона рублей. За отопление более 12 миллионов. В общей сложности, если мы возьмем здесь и содержание домов, и лифт, и другие виды коммунальных услуг, то сумма составляет 143 миллиона 765 тысяч рублей. Это граждане, которые имеют определенный вид льготы, получили живыми деньгами через почту, на сберкнижки, либо получили на свои карточки кредитные, куда они написали заявление. Это реально хорошая помощь и подспорье. Есть ситуации, когда льготники злоупотребляют своим правом, накапливают долги перед коммунальщиками, при этом продолжая исправно получать компенсацию. По отношению ко всем другим потребителям это несправедливо. Ежемесячно мы будем обмениваться информацией. В ресурсоснабжающие организации мы будем направлять реестры наших льготников, а обратно мы будем получать информацию о том, какие суммы начислены и имеется ли задолженность. И тогда программа в автоматическом режиме будет приостанавливать выплаты, которые люди раньше получали постоянно. То есть это должно стимулировать людей, во-первых, оплачивать свои коммунальные расходы своевременно, ну и во-вторых, не допускать задолженности более двух месяцев. Не исключен индивидуальный подход к тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Рассрочка платежа или реструктуризация долга – выход всегда есть. Глава Анапы поставил задачу перед ресурсниками – в течение недели подготовиться к заключению соглашений с Управлением соцзащиты. Предприятие МУПАКУ бросило все силы на борьбу с морскими водорослями. Задачу непрерывно очищать прибрежную полосу от комки поставил глава города Юрий Поляков. Накануне очередной массовый выброс водорослей произошел на Центральном пляже, а также в Джимите, Витязево и на Пионерском проспекте. Как муниципальное предприятие борется с проблемой – в репортаже наших корреспондентов. Комка – водоросль, скапливающаяся на мелководье. Самая благоприятная среда для ее развития – теплая вода. После шторма, а также во время донного течения, комку выбрасывает на берег. Муниципальное предприятие Объединения курортных услуг борется с нежелательными дарами моря на протяжении всего лета. Чтобы не беспокоить отдыхающих, работают в вечернее и ночное время суток. На вооружении 14 единиц техники, 8 тракторов, 2 больших погрузчика и 4 самосвала. Убраны пляжи Витязева, все три ДжМТ. Ну, центральный частично. Вот мы доубираем его и сегодня, я думаю, мы постараемся добить территорию от речки Анапки до Белого пляжа. Только за четверо суток с пляжей было вывезено порядка 1460 тонн комки. По словам специалистов, бороться с водорослью можно лишь механически. Это не самая критическая отметка в июне месяце. Самая критическая – это июль-август начало, когда уже более температура воды устоявшаяся. Поэтому я думаю, что мы с этой бедой справимся. В прошлом году с Анапских пляжей было убрано порядка 100 тысяч тонн комки. Прогнозов на этот сезон специалисты пока не дают. Но отмечают, что готовы к любому развитию событий. Есть необходимая техника, люди и задача, поставленная главой города – не расслабляться ни на минуту. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. В хуторе Большой Разнакол отладят график работы местного Дома культуры. С такой просьбой хуторяне обратились к главе города-курорта во время его недавнего визита. Юрий Поляков дал поручение своему заместителю Екатерине Боровской. Не откладывая, она приехала в клуб, осмотрела инфраструктуру и познакомилась с возможностями учреждения. В Доме культуры есть вся необходимая аппаратура для проведения праздников. Анонсы мероприятий размещаются в общественных местах – на остановке, почте, по линии территориального общественного самоуправления. На регулярной основе здесь занимаются пять коллективов. Есть два клуба по интересам. На базе Дома культуры действует летняя площадка. В Юровке, центре Первомайского сельского округа, Дом культуры недавно отремонтировали, обновили все – от фасада до зрительного зала. В здании заменили электропроводку, систему отопления, в балетном классе – пол из натурального дерева. Здесь занимается в том числе танцевальный коллектив «Самоцветы», признанный специалистами не только в России, но и за рубежом. Сегодня это достаточно крупный по сельским меркам досуговый центр. Первомайский округ очень большой, жителей очень много, и востребованность Дома культуры здесь актуальна, как никогда. И вот в прошлом году мы оселили очень большой проект, и сейчас он действительно дает нам возможность принимать большое количество людей. Сколько здесь у нас посадочных мест? Посадочных – 150. Кулинарный совет от Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР поделился секретами здорового питания и раскрыл тайны политической кухни. Накануне Владимир Вольфович побывал в гостях у детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Жемчужин России». Помимо этого, известный политик дал свой прогноз итогом чемпионата мира по футболу и даже прочитал стихи. Подробнее в нашем сюжете. Владимир Жириновский, несмотря на плотный график, пунктуален. Вместе с главой Анапы они появляются за пять минут до начала мероприятия. На правах хозяина Юрий Поляков открывает встречу. У вас будет масса впечатлений. Вы будете купаться в море, отдыхать, загорать, знакомиться. Все будет у вас для того, чтобы это осталось в памяти, эти незабываемые дни, которые вы проведете в Анапе. Доброе утро! Деньги перестали давать, а заводы закрыли. Злонамеренные вот такие советы, чтобы за счет других стран поднять экономику своей страны. В основном в Европе это делает Германия. Мы единственные, которые никогда никому не давали плохих советов и наоборот помогали всем. Хорошо это было? Быстро отвечаем. Оказалось, не очень. Обманывать, уверен Владимир Жириновский, нельзя. Но и помогать надо только, когда появляются излишки. Сейчас России, по мнению лидера ЛДПР, надо все средства вкладывать в свою экономику. Поделился он и рецептом долголетия. Нельзя переедать и нужно ограничивать себя в мучном. Не обошлось без вопросов о футболе. Этот чемпионат мира, по словам Владимира Вольфовича, оказался непредсказуемым. Я давал прогноз Германии на первом месте, Бразилии на втором, Франции на третьем и так далее. Все поломал. Чемпионом станет тот, кто прошел без поражений полностью. Вот. Бельгия хорошо идет. Встреча вышла за рамки запланированных полутора часов. Вопросов было много. В завершении Владимир Жириновский сделал со всеми присутствующими селфи и на прощание дал совет в стихах. Есть воля и сила у вас, чтобы стать героями нашего времени. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Роман Беркалиев. Анапа. Регион. Бесхозными автомобилями в Анапе займется управление по транспорту и связи. Проблема назревает давно. Брошенные машины на улицах и во дворах спальных районов не только уродуют облик курорта, но и представляют серьезную угрозу для безопасности жителей и отдыхающих. В сути проблемы разбирались наши корреспонденты. По словам местных жителей, этот минивэн на улице Крымской стоит около года. Прямо возле школы и детской площадки. Все двери плотно закрыты, окна затянуты паутиной. Автомобиль уже не пригоден к эксплуатации. Колеса спущены, кузов покрыт ржавчиной. Жители соседних домов в один голос твердят, от бесхозной машины нужно немедленно избавляться. Может там бомжи спят, может там фасуют наркотики, может там еще что-то это само скрывается у оголовника. Конечно, это опасно. Тем более рядом пятая школа, детская спортивная площадка вот здесь. Дети постоянно здесь занимаются. Еще один микроавтобус ржавеет возле женской консультации. В отличие от предыдущего авто, этот успели обжить. Местные жители не раз видели, как в салон забирались люди без постоянного места жительства. А ведь если они оставят в нем, например, непотушенную сигарету, авто может воспылать, из-за чего пострадают припаркованные рядом машины или даже люди. Проблему поднял глава города на одном из планерных совещаний. Он поручил Управлению по транспорту и связи проинспектировать все дворовые территории и освободить муниципальные земли от автохлама. Покажите мне хоть одну фотографию, где вот тут стояла машина, а теперь ее здесь нет. Что в этом направлении сделало Управление транспорта? Есть поручение, его надо выполнять. Машины, которые стоят брошены, ну пожалуйста, займитесь. У нас есть и ГАИ, и ДПС. Как практика показывает, если мы подворовой обход сделаем, мы установим там владельцев этих автомобилей и предложим альтернативу им куда-то переставить, если они не хотят того, чтобы признали бесхозным все, то в принципе там 50% по крайней мере транспортных средств возможно переместить. Кроме того, бесхозные автомобили занимают парковочные места и представляют угрозу антитеррористической безопасности. У владельцев еще есть шанс успеть дать вторую жизнь своему железному коню или самостоятельно его утилизировать. В противном случае автомобилями займется городская администрация. Активизирована работа администрации муниципального организма города Куртанапа по выявлению и устранению брошенных машин на придворовых территориях. Нами уже за последнюю неделю 4 машины убрана с помощью владельцев. То есть к нами ведется работа по розыску владельцев транспортных средств и методам убеждения и привлечения к административной ответственности они данные транспортные средства перемещают. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ СПОРТИВНАЯ АТМОСФЕРА Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.